Телерадиоканал Страна ФМ Один на всю страну 18.04 в Москве, Лиз Галина, Майк Войс Естественно, мы не одни, естественно, есть время у нас отдохнуть, пересидеть Наконец-то не нужно стоять, потому что гостью у нас очаровательная Ксана Сергеенко, певица, композитор, автор, исполнитель песен Привет, Ксана! Я просто поясню, не все знают, почему мы сидим Мы стоим просто, когда нет гостей, поэтому пересидеть не все понимают, о чем речь Я сказала, я сейчас поясню, почему мы сидим, давай! Ксана, привет! Привет, привет! Ты уже была на стороне ФМ, и тебе не сказано рада И я вот полусидела, полустояла Да, ты была в программе концертный зал, как у тебя дела? Да ничего, так потихонечку, скромненько, снимаем клипы, выпускаем альбомы, там все такое Ну, в общем, это было Трудимся, трудимся Трудимся, это и повод нашей программы сегодня, потому что, друзья, сегодня будет премьера-премьер Буквально, я не знаю, минута назад вышла премьера у тебя На Ютубе, да, и уже перепощивают, уже вижу Клип «Лучший друг» Ну да, клип называется «Лучший друг», да И, друзья мои, сегодня мы увидим это все на стороне ФМ, но чуть попозже, минут через 20, так что будьте с нами Скажи, пожалуйста, у тебя вот сейчас пора осенняя хандра Какой творческий взлет или ровно все? Вообще, этап в жизни какой? Нет, нет никакого Самый подъем, нет вообще никакой хандры, потому что я очень хорошо поработала летом, я не дала себе вообще никакого продыху, вот, и не было никаких отдыхов, ну так, может быть, к маме там сесть, но это все Я к маме ездила отдохнуть, и у нее там в сарайчике записать этот вот хит, как бы «Лучший друг» Мама где имеет сарайчик? В Миргороде В Миргороде у мамы Да, в Полтавской области Да, и там вот записывался этот трек, который у нас прозвучит немножечко позднее Через 20 минут, если быть точным Мы, когда будем про него говорить, вот ты по подробности все нам расскажешь Хорошо, обязательно Поэтому хандры у меня никакой, нет, очень много работы, слава Богу, вот Мы все так говорим в этой студии, кстати, да, ты не исключение Вот, если сравнить работу нашу и твою Давайте сравним ее Вот скажи, ты, как сказать, ты говоришь «Слава Богу», но ты сама, знаешь, у вас есть фраза «Везет тому, кто везет» или «Туса порождает тусу», как снежный ком Вот ты сама начинаешь инициировать, инициировать, чтобы работа была больше, 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 либо ты так ждешь, ну подождем, когда будут предложения Да, конечно, я ждала так три года, ничего не случалось Верно ждала? Нет, ну да, это было давно, до определенного момента я думала, что должен прийти какой-нибудь волшебник И спасти меня С голубым вертолетом Да, вертолетом Ну Лиза так замуж выходит, так и что? И что-то должно произойти, и что-то во мне должно поменяться На самом деле ничего не меняется Во-первых, изменилось время Сейчас, естественно, уже мало артистов, которые просто поют, обязательно ты должен писать, ты должен с собой что-то представлять Ты должен нести какую-то религию, скажем так, каким словом, свою, какую-то идеологию Вот, поэтому если не начнется все с главного, так сказать, звена, то есть с тебя, с артиста, никто в тебя не поверит И я вот это вижу прямо, ну как это случается? То есть если в тебе нет запала, если в тебе нет посыла и точной уверенности, даже если ты немного сомневаешься, а вдруг это не сработает То есть ты все равно должен показывать, что вот это то, что будет, и вот это точно сработает Я на своем месте Ну, как бы по поводу материала Транслировать Да, вот я хочу делать вот это вот Так И вы все должны, не должны в это поверить, как бы своей энергетикой, ты должен просто всех заразить Заразить этим, и так, наверное, что-то получать Оксана, тогда встречный вопрос, выходящий из твоего ответа Нет, нет, нет Ты веришь в гороскопы? Нет Вообще нет То есть то, что ты телец, это никак не отражается, все-таки тельцы, знак земли, там вот это вот Я слышал такое где-то от цыганки Она говорила, что, мол, ближе туда к деньгам Я помню всю твою биографию, которую я прочитал сегодня на досуге И поездки в Америку, и столько телевизионных проектов Извини меня, без шила, так сказать, в одном месте же невозможно столько всего делать Ну и рога, рога, у меня только с гороскопом связаны рога, вот так как бы, и упертость А ты упертая? Да А если тебе все говорят? Да, я не принципиальная, но могу где-то быть, очень даже сильно Ну ты вот прикольно сказала, мы просто с Мишей неоднократно по этому поводу спорим, что вот ты, в частности, всегда ругаешься, чего они все ждут, вот что придет какой-то Ни надо ничего ждать Да пускай ждут, пускай там освобождается время для тех, кто делает А ты сама говорила, что у тебя был период, когда ты ждала, и сейчас ты все, действуешь и порождаешь эту движок Он даже не то, что был период, который я, ну это я ждала, когда у меня было там еще, скажем так, 4 года, 5, скажем так, когда в юности, в детстве Вот, нет, на самом деле, когда в Америке вот я ждала чего-то, у меня получилось все-таки что-то, да, у меня был контракт, там у меня был бенд и все такое Были концерты, но все равно сделать то, что ты хочешь и в полной мере реализоваться и то, что у тебя вот сейчас вот здесь и болит Заставить в это поверить людей вокруг себя, ты должен, у тебя должен быть просто какой-то вот этот разрывной пулемет просто внутри Потому что, как... Смотрите, первая пуля, которая сегодня у нас будет стрелять, это твоя песня Заряжай, пожалуйста Мы готовы, надевай наушники, делай громче звук Эта песня у нас звучит в Ленинград-центре О, вот о нем мы тоже поговорим, очень крутое пространство Что мы сейчас услышим? Мы услышим песню, которая называется «For me, let's love» Я ее написала вместе с Димой Вертягиным Он мне просто прислал такой у себя бит Вот и на него я написала слова и музыку Сначала английский текст, это, кстати, будет сейчас в двух вариантах, русский и английский все вместе И потом переписала для театра на русском языке Друзья, прямой эфир, живой звук, Оксана Сергеенко в эфире «Страна ИПМ» У нас, как всегда, вип-концерт с Лизой О, е, полетели Поехали Вип-ложа Let's dance Подниму глаза Проспахнутое небо Там горит звезда Я жива Не идеальная Ну что мне с этим делать? Я так хочу огня Я жива И сердце бьет как бит И пусть момент прожит Меня не остановить Я начинаю жить Продолжаю Только влюбить Я не хочу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 нашла, вырыла, скажем так, когда я была в Нью-Йорке. Это не сразу ко мне пришло. Я пела... У меня диапазончик был не такой большой, и звук у меня был чистый. Я могу сейчас в чистом... Это не от того, что я, как многие подумают, и многие пишут, она просто там курит и пьет. Нет, ребята, это просто потому, что ты пользуешься приемом. Да, просто как бы связки работают, и я научилась ими пользоваться. Вот. Класс. Поняла, Лис? Да, конечно. Пить не обязательно, можно просто научиться. Вылили, пожалуйста, мой коньяк там стоит. Да. Сейчас реклама. Нужно вылить коньяк, друзья. Извините, пожалуйста, коньяк делим. Моя стихия. Наша стихия сегодня. Это Оксана Сергеенко. У нас, знаете, какая ситуация происходит? У нас даже наши коллеги, которые, казалось бы, может быть, и не должны здесь находиться, но так слетаются на голос, проходят, придумывают себе работу в студии, знаете, залезают на лестницу, лишь бы просто вживую вот этим всем насладиться. Да, друзья, Оксана Сергеенко у нас была в живое исполнение. Да что ваши работники? У меня-то вон все в сборе, и ты, Аш, и ты директор. А это ваши, это ваши. А мы-то думаем, что пришли? Я думал, вы уже билеты продаете. На наш концерт. Попаздывают люди. На наш концерт. Слушай, а ты вот сейчас, ты так смотрела, следила за плейлистом. Ты вообще так следишь, что происходит в современной русской музыке там? Ну, я не делаю это специально, так что вот выходит, вот я, вот недавно я, меня просто зацепило, остановило, можно сказать, в инстаграме пост Лолита, песня «Папа». Просто нереальные эти мурашки, как бы обалденная песня, исполнение, все. Также вот случайно как-то в интернете, не знаю как, вот мне понравилась картинка «Костало-Костало-Водопады». Я сразу на нее нажала, думаю, все, это надо. Теперь я не могу остановиться слушать эту песню, то есть, и знаю абсолютно все. Репит. Да, я, можно сказать, даже из-за этого исполнителя начала слушать и ЛДЖ тоже. Я крутая. И тебе нравится? Как тебе ЛДЖ? Ну, нормально. Заходит? Конечно. О, видишь, как. Заходит не только Ивлеевой. ЛДЖ. Да. Ну, и Ксаня. Все равно иногда. Так. Слушай, а вот смотри. Ко мне он не заходит, конечно. Да, мы поняли. А вы решили углубиться, да? Мы можем продолжить, если хочется. Пожалуйста, пожалуйста. А вы знакомы с ним лично? Нет. А, ну все. Смотри, ты человек, который проработал в Америке очень долго. Многие, ну, как скажем, твои коллеги, наоборот, сейчас туда стремятся. Ты же обратно вернулась. Зато у тебя есть этот опыт. А что мне туда стремиться? Я и так могу поехать, когда я хочу. Не надо здесь бравировать своим, так сказать, своей грин-картой. А у меня не грин-карта. Уже даже ого-го, я так понимаю, да? Уже даже вот... Слушай, ну а там как вообще сложно реализовываться? Украина русская и певицы. Русско-украинская. Ну, везде тяжело, конечно. Это зависит от того, какой старт, какие связи. Даже не сколько у тебя денег. Связи, наверное, быть в тусовке, быть в этом всем мире. И это тоже ничего не значит. Ну, как бы все это сложно и там, и здесь. Просто здесь был хороший старт. Там у меня был поменьше старт не на телевидении. Хотя я должна была быть в шоу на лайф. Знаете, такой канал есть, как Факс, как Блумберг. Конечно, конечно. Это мой пакет домашний. Как у нас первый канал. А ты в шоу Матрешки. В шоу Матрешки. Ты прошла кастинг там? Ну, не кастинг, меня пригласили участвовать в этом шоу. Но когда я узнала, какой будет каст, кто принимает участие. А какой будет каст? Ну, такие, скажем... Мы кого-то знаем? Ну, такие... Ну, нет, это все из эмиграции русские девушки. Кто из Брайтона, кто из Нью-Джерси. Такие разные, колоритные, разновозрастные, разновозрастные дамы, которые занимаются деятельностью разного вида. Вот. И я одна из них была музыкант, который пытается сделать все вот в Америке. Но мы отказались, мой лейбл отказался. И мы посчитали, что это будет не очень хорошо, потому что не хотим никак связывать это все вот с Брайтоном, вот с... Ну, Клюква. Вот это все Клюква, чисто Клюквенная история показать вот этих русских. Ну, это и шоу, потом это не пошло, вышел всего один сезон, и слава богу, что меня там не было. Ну, короче, репутация сохранена. Ты знаете, ответственный за память в этом эфире всегда я вечером, поэтому если Лиза забывает вопрос, который был задан там три назад, то я ни в коем случае не от меня. Это очень интересно, гражданство есть американское или нет? Нет, у меня гражданство мира. Я гражданин мира, вообще космополитен. В смысле, паспорт забрали или что? То есть, как понять, ну... А с какой целью интересуетесь? Ну, интересно, хоть позавидую. Ну, можете начинать завидовать. Да? Можно позавидовать моей красоте и уму. Это я уже сделал еще в гримерке, а вот потом я начал завидовать еще через... А не каким-то там бумагам. Ну, что это за мерканси... О, с каким человеком ты разговариваешь? Это первостепенно при знакомстве с любым человеком. Правильно, Михаил, я говорю? Правильно? Рекламу надо дать, я думаю, денег заработать. Давай? Да, в нашей стране, по крайней мере. Скоро вернемся. 18 часов 28 минут. Это Странная ФМ. И, собственно, у нас гостя Оксана Сергеенко. Певица, композитор, автор, исполнитель. И, как она сама выразилась, ее куколки. Лиза Галинина, Mike Voice. О, yeah, вуду. Просто вуду, да. Вуду, да. Смотри, мы готовы. У нас сейчас будет премьера совсем скоро «Лучший друг». Ура, наконец-то! Этот день пришел, это сегодня. Мы должны людям вообще рассказать, что премьера в буквальном смысле, в буквальном. Потому что несколько час назад, я хотела сказать, несколько минут назад, уже 60 минут назад, стартовала премьера в Ютубе. И сейчас Странная ФМ, так скажем, берет эстафетную палочку. Расскажи об этом, о работе. О песне. О песне, о клипе. О видеоряде. Ну, на самом деле, очень многослойный такой материал. То есть, когда впервые я представила эту песню своим друзьям, они подумали, что это непосредственно о каждом из них. То есть, это обо мне. Это обо мне. Каждый думает, что он лучший друг. Да, но подтекст немного другой был, потому что мы все сами себе лепим, выбираем героев. Мы сами выбираем себе религии. Мы сами выбираем, кого любить. И что потом для нас оказывается любовь. Так вот, иногда лучше поиграть, может быть, в наши детские куклы, чем смотреть в глаза пластмассовым чувствам. Ого, как глубоко. Ты понял? Пока я записываю то, что сейчас было сказано, да, в граните отбиваю. Может быть, мы и посмотрим сразу. Наша книга афоризма. Зачем нам пересказывать? На самом деле, это очень забавная, саркастичная видеоработа, которую сделал режиссер Владимир Болгов. Он делает сериалы, тоже клипы делал очень много. Ну, то есть, человек, который не снимает такого попсового материала, очень интересно и с таким, с подковыркой всегда подходит и старается, чтобы это было интересно и как-то очень стильно. Не КВН смешно, а вот такое другое немножечко. КВН уже не тот. Ксан, ты знаешь... Ну, я же не КВН. Тем более. Ксан, ты знаешь, меня заинтригал этот клип просто потому, что я видел пару кадров с девочкой, у которой на языке была марочка, скажем так. Вот назовем это так. Марочка, да, да. То, что было сенсор. Марочка. Сенсор. Ну, ладно, давайте смотреть. Давайте марочка посмотрим. Ну, это то, как на нас влияют, в принципе, всякие... Шоу-бизнес. Да, да, из главпочтанта имеется в виду, естественно, за 75 копеек. Друзья, Ксана, лучший друг, страна FM. Поехали. Премьера. Давайте с этим поставим Ленинград Иисус. Понимаешь, ты меня прочитала? Стык, давайте поставим этот клип. Я правильно понимаю, что, в принципе, все это намечалось как продолжение клипа Ленинград Иисус. То есть, что случилось с девушкой потом, так сказать, после того, как она... Что случилось с мальчиком потом? Ах, с мальчиком. Да, а что это за парень, кто это играет роль? А он правда такой, хотел бы сказать. Или бывает такой? Ну, я не проверяла. Надо спросить у его жены. А он жена. Он жена. Да, его девушка тоже в этом клипе участвовала. Серьезно? Какая из них? Станый семейный подряд берет, понимаешь, чтобы не было претензий сразу. Брунетка. Брунетка. А вопрос второй, самый интригующий, конечно, чем вы их кормили вот этим вот? Что это за навар такой был с пенкой? Ну, это... Молоко? Мистическая жижа. Мистическая жижа. Давайте помню это слово, мистическая жижа. Когда непонятно что-то творил. Она меня спрашивает, а что это? Говорит, да, это мистическая жижа. Не обращай внимания. Все нормально, давайте продолжим интервью, что же вы. Хотите вопрос задам какую-нибудь? Уже еще песня про тебя была. Какая? Это? Лучший друг, да. Слушай, а ты когда смотришь на себя на экране, ты как тебе... Ну, нравишься себе, ты там оцениваешься, ты просто на себя смотрела сейчас? Комфортно тебе на себя смотреть? А я не смотрю на это уже, я уже столько раз видела клип перед тем, как выпускается, сколько раз на себя ты уже не смотришь, как на... Ну, красивое, некрасивое, ты смотришь так, здесь подправить, здесь это, 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 и потом привыкаешь к этому. Мне важнее всего получить от этого, и чтобы люди получили эмоцию. Ну да. Чтобы был посыл тот, который задуман. Короче. Если у меня будет прыщ на носу, конечно, все будут смотреть на этот прыщ, правильно? Надо его брать. Если у тебя будет следующий клип сниматься на песню, допустим, «Лучшие друзья», «Лучшая подруга», Михаил с удовольствием сыграет главную роль вместо этого брюнетика. Опять же, да. Я тебе станцую так же, и не хуже, и не хуже, да. Вопрос у меня. Эта версия, нам было сказано за кадром, она оцензурирована, она с купюрами, да? Что выразено, то есть чего здесь нет? Ну, он просто сначала, оно все не показано, а потом же это розовое, вибрирующее, приносящее удовольствие в любой момент, в любой ситуации, людям с религией без религии. Не помогай я сейчас, пусть выкручивается сама, без религии. Подхватываю ее. Это то, с чем можно сделать мистическую жижу. Жижу. Интересненько. Да, у нас скоро вообще перерыв в этой программе. Нет, нет, нормально двигаемся, почему нет, почему нет, все. Да, хуй, я не могу. А эти губы, вот эти вот блестки помогают, как бы сказать, получить эту жизнь, да? Получить, добиться эффекта. Оксана, здесь просто мы сейчас закопаемся в этом моменте. Я так говорю, да. Просто хотелось бы понять, чем навеяно, так сказать. То есть вот этот лейтмотив, он пришел в твоей жизни от чего? С какого, может быть, эпизода, может быть, как оттолкнулся? С какого мужчины, с какого лучшего друга? Что это было, да? Ну, как я уже, как я начинала говорить, это все случилось у мамы в сарае, в Миргаре. Я забыла уже. Друзья мои, вот так вот в Миргаре, в сарае. Вот так на родину ездит Оксана, понимаешь? Дождаются такие вещи. Что мама сказала, когда посмотрела? А мама не видела, моя сестра боится ей показывать. Серьезно? Ну, да, она когда увидела, говорит, нет, ну это точно не видео, которое будем показывать нашей маме. Но моя мама, на самом деле, очень прогрессивная и нормально. Вот когда я ей показала видео, свое первое видео на бэнд Оксана, американский, то есть там индустриальный металл был. Там кровь, все там, цепи, все такое страшное. Я говорю, а что, ничего, нормально. И хорошая песня, да, хорошая песня. Вот, а здесь как бы уже контент такой более дерзкий, да, поэтому, ну, мне кажется, будет все нормально. Хотя она была на моем концерте с сольным 16-й, вот рок, где я альтернативу свою пела. Вот, и она, конечно, говорит, я не знала, куда себя девать. Когда ты упала на пол, это было, конечно, очень. Неловко, да? Неловко, да. Ладно, друзья. Ну, мама она мама, ну что здесь поделать? У нас сейчас небольшая пауза рекламная. У нас свой шок-контент. Да, скоро продолжим. Будьте с нами, Ксана Сергеенко, в гостях у страны. Пожалуйста, реклама. Дорогие друзья, мы продолжаем. Лиза Калинина, Майк Войс. У нас в гостях сегодня Ксана Сергеенко, певица, композитор, исполнитель, поэт. А ты сама пишешь музыку и слова? Всегда? Ну, я могу, я могу. Нет. Я могу. Я могу. А так вообще биток я покупаю, но я и могу и сама. Не, 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 не. Делаю, либо рождается какая-то фраза, потом я иду к человеку. Я, в принципе, работаю только с двумя людьми. Авторами. Да, да, с двумя аранжировщиками, я бы так даже сказала, да. Один в Киеве, другой в Белгороде. Вот, у нас случился такой тандем. Одного-то, я знаю, уже там с детства, вот, который в Киеве. Мы все песни все делали вместе и продолжаем, и надеюсь, что всегда будем вместе делать, расти и искать что-то новое. Вот, а с Артемом Банкиным познакомились через общего друга и интернет, и так мы общаемся. В принципе, все делается через... Оксана, было бы смешно, если бы сказал один в Харькове, другой в Белгороде. Вот это было бы интересно, конечно. А между ними казачья лопань, да? Да, да, да. И нет никакой связи. Да, да, да. А мы готовы опять к вип-концерту. А, да. Друзья, споемте. Давай, пожалуйста. Споемте. Так, очень волнуюсь. Сейчас будет песня «Шагом марш» группы Любе. Ого! Которую я переаранжировала специально для проекта «Три аккорда», но сейчас еще переаранжировала, сделала стилистику такую в 80-х. Ну, посмотрим. А что сказала группа Любе? А ничего не сказала. Вот у меня такое чувство, что все же артисты все видят и смотрят. Да? Ну, скрываются. Скрываются, да. Все, внимание господина Расторгуева сейчас приковано к этой студии. Живой звук, прямой эфир. Поехали. Маршуровать? Да. Шагом, шагом марш! Шагом, шагом марш! Шагом, шагом марш! Шагом, шагом марш! На заводе батя пули отливал, по рюмке рябиновый в субботу выпивал. Ты ходил с гитарой с девчонкой вечерком, пока не загробастал строгий военком. Шагом, марш! Шагом, марш! Шагом, марш! На заводе батя пули отливал, по рюмке рябиновый в субботу выпивал. Ты ходил с гитарой с девчонкой вечерком, пока не загробастал строгий военком. Шагом, шагом марш Шагом, шагом марш Шагом, шагом марш Шагом, шагом марш У батькину пулю вражина купил Ее в обоим уставил, вот такого и был С караулем падла вражина тебя Будлей твой стрельну среди дня Шагом марш, шагом марш Шагом марш У батькину пулю вражина купил Ее в обоим уставил, вот такой был С караулем падла вражина тебя Шагом, шагом марш Пуля летит прямо, да и не свернёт Ни зверей, ни птиц своей песню не споёт Ногу залетела, а вышла в грудь Ой, мамочка родимая, не могу А ну-ка, студия Саппивай Одно, поехали И все вместе дружно Шагом, шагом марш 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 я чувствую звонки летят этой песней мы открываем осенний призыв в россии и дорогие призывники знаете почему я не стал хлопать страшно заберут да нет да мне уже что уж мне тут только ветераны сразу боялся вас просто сбить понимаешь сейчас бы не попало потом все на меня бы спустили всех собак да конечно вообще конечно это мой взгляд на эту песню и я надеюсь что она практически товар лицом понимаешь сегодня показала весь сначала от танцевальной музыки вот так вот через рук через через рекламу розовых изделий вот вот до практически вот пожалуйста друзей военкома местного патриотическая песня давай так смотри мы хотим узнать где тебя дальше смотреть даже 1 ноября состоится концерт в кремле шагом марш за билетами это театрально-вокальный проект voice of enigma где я буду солисткой то есть это уже как же бы быстрее да так объемнее скажем так вместить все и сказать а театрализе театрализованное такое шоу с монахами мы поем песни естественно не отходя не не отходя с тем а вот а ты вспомнишь монахами вот эту песню нет у нас немножко другой репертуар это все это мировые хиты роковые хиты так обработки new age а также мои авторские песни которые вошли в эту программу и из моего англоязычного альбома oxana oxana и новых песен которые я написала вместе с евгением соколовским то есть это такой это сбор концерта но то есть это рок new age фира театр шоу можно сказать что это твой сольник да ты конечно конечно у тебя сольник в гкд я все правильно сейчас понял да 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 там 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 друзья в кремле сольник 1 ноября вот что надо понять кремле я еще это когда через кутапью башню в тот мир вы заходите который за стеной вот там концерт будет да вот и песня шагом марш принципе к этому будет исполнится нет не будет а ей бы да в кремле бы это с монахами до концерта да с любые да с любые оксана спасибо огромное ждем тебя в гости гн а шефир вот так